Не часто приходится слышать о ВТО, о возможностях этой организации. А если и приходится, то, как правило, в негативном ключе. Вот и теперь неприятной новостью стало то, что России помешало вести споры и суды в рамках ВТО не что-нибудь, а отсутствие финансовых средств. Да, тех самых, за которые экономический блок стягает население урезанием соцпрограмм, повышением пенсионного возраста и уменьшением прожиточного минимума. Так есть ли плюсы от ВТО? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Специфика рассмотрения споров ВТО заключается в том, что всегда выигрывают представители развитых стран Запада, а все остальные проигрывают. И это было известно с самого начала, и люди, которые запихивали Россию в ВТО, прекрасно знали, что мы всегда будем проигрывать все споры. Так что это кидалово в стиле наших 90-х годов, и это всем известно. В целом картинка получается чудесная. Правительство продолжает сотрудничать с теми странами, которые ведут против нас экономическую войну. Выбрасывает миллионы долларов каждый год на споры, которые мы заранее проиграли, и теперь начинает искать эти миллионы где-то за пределами своих карманов. Михаил Делягин называет это безумием и предлагает адекватное решение. Почему правительство не выходит из ВТО? Почему Россия участвует в десяти спорах в рамках Всемирной торговой организации и на каждый спор в год тратит до двух миллионов долларов? У эксперта однозначный ответ. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok